Привет! Скажи, пожалуйста, как твое имя? Откуда ты приехала? Чем ты занимаешься? Кто ты? В двух словах о себе. Так, меня зовут Аня. Я приехала из Москвы, но родом я из Нижнего Тагила. И занимаюсь я... Ну, сейчас я бухгалтер, но это ненадолго. А так, я еще астролог и организатор мероприятий. Отлично. Ты очень разностаточная личность, судя по всему. Аня, скажи, какой у тебя был запрос? Ну, твоя внутренняя актуальность? Почему ты вообще стала смотреть Светлану, ретрит стала рассматривать? Долго ли думала ехать или не ехать? Да. В общем, запросов у меня... Я такая, да у меня же все хорошо. Как бы просто хочется вот какого-то... Не хватает какой-то деталь, какой-то специи последней, последней. А потом, когда начали, ну, уже проговаривать, и я понимаю, что я себя везде закрываю, ну, как не обманываю, но вот так вот, типа, оставайся в этом болотце, там безопаснее. И вот просто все, что у меня в голове было, я все вопросы, все догадки, все предположения все вывалила. И самое удивительное, что мне на все эти вопросы мне ответили. И очень так конкретно. Ну, какой самый главный вопрос, самая главная ценность, вот которую ты с собой сейчас увозишь домой? Что то, что я чувствую, так надо делать, и то, что там мой успех. Доверять себе. Доверять себе. То, что, как бы, авторитетный человек это сказал, и я ему поверила. Просто то, что до этого Света говорила, все так. Поэтому у меня нет основания ей не верить про то, что она говорит, что меня ждет в будущем. Но я это сама чувствую. В общем, заряд полнейший. То, что ребята, которые не знают, что здесь происходит, вот просто берите себя и приезжайте. И то, что у вас на душе, то, что в голове, вы найдете все. Вот все, что вы не спросите, все вам разъяснят. И даже больше про вас скажут то, что вы сами себе боялись или не хотели говорить. Вот сейчас уже есть кредит доверия к Светлане. Ты как будто рассказываешь динамику, историю отношений, что это все складывается, как она говорит. А вот в самом начале, почему ты поверила ей, почему ты ее выбрала, что тебя зацепило? В самом начале, когда эти отношения только вот еще зарождались. Да, я ее выцепила на YouTube-канале. Она мне попалась. И я такая, боже, адекватный человек. Ну, то есть у меня появился внутренний отклик. И то, что она говорила, это не было… Это было про метафизику нашими обычными словами. Я поняла, что у этого человека явно есть опыт, потому что она подходит с разных сторон к одному и тому же и говорит простыми словами, понятным, ну вот, каждому, мне кажется. И некая глубина, и некая глубина. То есть это на ощущениях. Ну, то есть у меня все пришло как бы в гармонию. И мой мозг как бы получил подпитку, и душа отозвалась. Ну, что, и тело почувствовало некую радость, легкость и эйфорию. Как ты считаешь, кому можно было бы рекомендовать приехать к Светлане? Вот кому это будет полезно, приехать на ретрит? Кому полезно? Полезно тому, конечно, кто готов, потому что… Потому что, вот как у меня, например, я некоторые… Некоторые информации со мной уже достаточно много лет, то есть лет пять. Но вот ее осознание пришло не так давно. И на самом деле, тот, кто готов к переменам. Если вы себе честно признаетесь, что вы готовы к переменам, тогда езжайте на ретрит. Потому что мой ретрит начался еще до ретрита. То есть мне пришлось… В общем, судьба сама как бы подкидывала такие вещи. Точнее, не подкидывала, а у меня потерялся чемодан. Ну, точнее, я его оставила в поезде. Потом вначале еще упала там с верхней полки и это… То есть у меня мое тело… Я даже не знаю, как бы… Ну, теперь я знаю, что это значит. Но до этого, даже до того, как я купила билеты и собирала вещи, мне пришлось уже действовать по-другому. И вот попробуйте действовать по-другому. Мы благодарим тебя за этот отзыв, за твои прекрасные эмоции. У тебя очень красивый голос, как и ты сама. Благодарю, благодарю. В общем, ребята, что здесь происходит? Вы просто одеваетесь комфортно, приходите в помещение и больше ничего не нужно. И это будет самое крышесносное событие в вашей жизни. Вы просто будете… По выходе вы просто… Ну, понимаете, вы обретете себя. Вы будете самым счастливым человеком, которым вы когда-либо были. Что? Я жду. Я еще приеду. Мы ждем тебя. Благодарю. Все. Обнимаю. Привет. Привет. Расскажи, как тебя зовут, откуда ты приехала и чем ты занимаешься? Меня зовут Олеся. Я из города Армавира, Краснодарский край. Занимаюсь нормальной жизнью. Я подолог, специалист по работе с проблемными ногами. Да. А так очень меня интересуют такие вещи, которые не потрогаешь руками. Я также еще практик аксесс-баров, еще вот это направление изучаю. На ретрит, честно признаюсь, я ехала без каких-то намерений, без какого-то запроса. Мне просто мой друг рассказал, он здесь был в сентябре, он мне показал видео, фотографии, и меня настолько это даже вдохновило, не знаю, озарило, наверное, наполнило светом, если это понятно будет. Я сказала, мне туда надо. Я когда ехала сюда, я наконец-таки открыла телефон и почитала, что такое вообще слово «ретрит», что оно обозначало. И я такая приехала, смотрю, думаю, ну, блин, ну если меня сюда потянуло, ну, значит, я найду здесь ответы на свои вопросы, на свои запросы, потому что я оказалась в компании людей, которые, ну, с которыми я никогда не встречалась вот просто в своей обычной жизни. То есть это люди, которые там веганы или сыроеды, ну, я вообще такой... Я обычный человек, я ем мясо, я ругаюсь матом. Да-да-да. Я никогда не пробовала голодание, и попав вот в эту атмосферу, думаю, интересно, и что же будет дальше. Ну, я как бы не собиралась там сидеть на воздухе, ничем не питаться. Но я вам хочу сказать, что я нашла здесь очень много ответов на свои вопросы, потому что каждый человек из нашей группы, который задавал какой-то свой вопрос, он был и во мне. Не проронив ни слова в первый день, я уже кучу ответов нашла для себя. И вот это состояние, которое, наверное, словами не описать, ну, ты просто на физике чувствуешь, как в тебе все перестраивается. И каждое утро есть волшебная возможность ходить на море, встречать рассветы, и побыть просто самим собой, понять вообще, кто ты, повернуться к себе. И... Ну, это круто. Я знаю, что я еще сюда вернусь, потому что есть вопрос, который я еще хочу глубже ковырнуть. То есть сейчас это прям... У меня много пазлов сошлось. Очень много. И я здесь встретила человека, которому я, наверное, вообще, как жемчужинка здесь, познакомилась с Марией, и я стану проводником ее игры. Меня просто аж затремарило, когда она сказала, что она готовит проводников. Я думаю, вот еще зачем я сюда приехала. Еще я сюда ехала, но помимо того, что я не знала, что такое слово «ретрит» и что здесь делают вообще, я не знала Светлану. Я не смотрела ее эфиры. Хотя я подписана на ее канал, никогда не смотрела. Я просто ехала, потому что меня сюда тянуло. Если у вас есть куча вопросов, и вы не можете найти ответ, ребята, вам сюда. Вы здесь все найдете. Вы найдете себя, вы найдете ответы, вы найдете какое-то умиротворение души, и вы поймете, куда вам еще дальше двигаться. Вы увидите свою дорогу более ясно. Конечно, потом еще куча вопросов будет, но мы сегодня вот уже с частью ребят распрощались, и я утром встала с мыслью, пошла на море, что в смысле ретрит заканчивается. Все только начинается. И я, ребят, вам реально желаю, чтобы у вас все только начиналось. Благодарю тебя за такой эмоциональный отзыв. Света, спасибо большое. Я обязательно сюда вернусь. Скажи, как думаешь, о чем твои слезы сейчас? Наверное, восторга, что я наконец-таки, может быть, хотя я столько поворачиваюсь к себе, столько пытаюсь понять себя, но, наверное, это вот та точка, от которой я просто стартанула. Это просто эмоции такие. Я себе уже давно не запрещаю плакать, если прет, то прет пополно. А что так тронулось? Что сейчас тебя переполняет? Наверное, да не наверное, точно, ощущение, что я все знаю. Я все знаю, я все умею, и у меня это все получается. Что вот эти сомнения, да зачем, да кому это надо, там все остальное, это надо мне. Сейчас это реально понимаю, что то, что надо мне, еще кому-то тоже будет нужно. Потому что у людей всегда есть вопросы, люди всегда ищут того человечка, который им покажет что-то новое, какой-то новый путь, даже какое-то одно слово. И я буду очень рада, если для кого-то я сыграю тоже такую роль, какого-то такого пиночка на пути к себе. Это будет очень круто, это будет огромным вкладом для меня и вообще для нас, для всех. И вообще все то, что здесь происходило, и происходит, и будет происходить, потому что это все еще будет меняться, разворачиваться, раскрываться. Это огромный вклад мне, для меня. и это самое ценное. Скажи, если бы ты рекомендовала приехать вот на этот ретрит, то кому? Вот кому сюда нужно? Кому нужно к Светлане? Я бы, конечно, сказала всем. Всем, кто выбирает себя? Вот не просто ищет, не просто задумывается, а кто выбирает? Потому что у вас в любом случае будут изменения. Если вы это выбрали, вам просто будет легче, потому что вы к этому готовы, вы это выбрали. Если вы просто маетесь, это будет, наверное, ну как мне кажется, чуть-чуть болезненнее для человека. Изменения будут. Вот вы сюда приехали, хотите вы этого или нет, но они будут. Поэтому, выбирая себя, приезжайте сюда. Скажи, а планируешь ли ты приехать на следующий ретрит? Естественно. Я уже знаю, что он будет в марте. Я уже себе запланировала этот подарок на 8 марта. По-моему, он будет с 3 по 7. Короче, да, я уже застолбила себе местечко. Потому что я хочу дальше. Благодарю тебя за отзыв. Спасибо. Спасибо. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты приехала, кто ты, чем занимаешься. Пару слов о себе. Я приехала из Москвы, хотя много путешествую, но вот последние 2 месяца в Москве я живу. Меня зовут Оксана, занимаюсь дизайном и параллельно еще вот сейчас оптовыми продажами поставки из Китая занимаюсь вот этим в Москве, да. Скажи, пожалуйста, какая у тебя была актуальность, а почему приехала на ретрит, что привлекло, что заинтересовало? Мне хотелось глубже опознать себя, заглянуть в свои клеточки, в Свет она с этого учила. У меня была тревожность, так как в моей жизни много сейчас событий, так и жизнь прям меняется, вот, и хотя я вроде как спокойный обычный человек, но вот события так закрутили, что появилась тревожность некая, и то есть я вот с этим всем багажом приехала сюда. Скажи, пожалуйста, а почему именно Светлана, чем тебя привлекла ее программа, как давно ты знакома с ней? Ну, я увидела ее на Автополстар, может, полгода назад, и она зацепила меня своей открытостью, честностью, то есть у нее всегда все так не приглажено, как есть. Когда вот это требуется, какая-то здоровая критика, она есть. Ну, в общем, человек, говорит просто, доступно, какие-то сложные вещи довольно простым понятным языком, это меня очень привлекло. Скажи, пожалуйста, какие у тебя были ожидания от этого мероприятия, и насколько они сбылись, оправдались? Ну, на самом деле, я не строила ожидания, я доверилась всему, у меня даже поездка, я купила билет в последние два дня, по-моему, спонтанно все так произошло, то есть я не успела что-то себе в голове надумать, просто вот этот внутренний запрос познать себя лучше, он у меня был, вот только единственное мое ожидание, оно оправдалось. Скажи, самое ценное, самое важное, что произошло здесь с тобой на ретрите? так много всего важного и ценного, просто сейчас сложно, прям самое-самое, ну, наверное, то, что я смогла заглянуть в себя глубже, то есть уйти от каких-то стандартных представлений, что есть вокруг нас, как-то глубже увидеть себя изнутри. Если ты будешь рекомендовать это мероприятие, то кому, как ты считаешь, кому полезно быть здесь, кому полезно приехать на следующий ретрит? всем людям, кто в поиске себя, кому нужны более глубинные знания о себе, и если в жизни какие-то непонятные тупиковые ситуации, здесь очень легко это все распутать, вот, и да, иногда вот знаний каких-то обычных извне там не хватает, и вот здесь можно получить прям глубинные какие-то знания, и именно это даже не через информацию, а через чувствование, ну, в общем, очень мощно здесь, и, например, я сказала вначале, что у меня была тревожность, так как у меня в жизни совершенно новые, неожиданные для меня события, я не знала, как себя вести, и вот здесь я получила какое-то успокоение и просто расслабилась, вот, скажи, а есть ли что-то, чего не хватило во время мероприятия? Мне всего хватило, даже больше, я очень благодарна Свете, что она пошла к нам на встречу, когда мы попросили ее поехать на Дольмены, это для меня прям тоже такое замечательное, замечательное событие, и как раз это еще было классно, потому что у нас все занятия в зале, а тут выезд на природу, сменили обстановку, я прям очень ей за это благодарна, вот. Благодарим тебя за отзыв, и приглашаем на следующее мероприятие, есть желание присоединиться на следующий ретрит? Желание есть, я правда не знаю, где я буду территориально, но если тут неподалеку с Россией, то обязательно. Благодарю. Я вас благодарю. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, как вас зовут? Оля. Оля, откуда приехали к нам? С Москвой. Чем в Москве занимаетесь в обычное время? Обычно стригу собак. Замечательно. Оля, как у вас сформировался запрос на то, чтобы приехать на это мероприятие? Какая актуальность? Почему вы здесь? Ну, я уже была на одном ретрите со Светланой, и у меня прямо после него прям очень хорошо все пошло так. И суета вот эта пропала, стала более спокойная, и с мужем получше наладилось. Ну, вот сейчас вот в этот раз все, я стремлюсь в автономию, конечно, в первую очередь, но так тут на этом ретрите тоже доработалось мои отношения с мужем, я поняла, где у меня затык, и поняла, что в этот раз, что в автономию очень тяжело попасть, потому что вот это вот все зажимы, то есть даже если ты на сухом, у тебя все зажимает именно из-за своих эмоций, то есть пока вот именно эмоции свои не проработаешь, все это, все свои жизненные ситуации не отпустишь, никак не сможешь выйти на автономию, потому что все будет тело сжиматься, оно будет, хоть и вода, она переходит через кожу, я чувствую, то есть и моча идет, и все, и пот полный воды, но все тело сжимается, и от этого дальше не пойдешь. Долго принимали решение ехать, не ехать, если сомневались, то почему, почему решили в итоге приехать сюда? Вообще, я планировала сама 10 дней поголодать, и тут вдруг увидела, что у Светланы ретрит, думаю, 5 дней, как раз у меня было 5 дней и максимум, я думаю, 5 дней поголодаю, 5 дней со Светланой, но так у меня тут не получилось, потому что эмоции пошли просто ужасные, я 6 с половиной продержалась. Скажите, что самое важное случилось во время ретрита с вами? Какая ценность? больше вглубь себя у вас смогла войти, поведеть себя. И такой вопрос, если вы рекомендуете это мероприятие, то кому, как вы считаете, кому это интересно, полезно, вот приехать сюда на ретрит Светланы? Светлым людям, которые ищут именно путь к себе. Не что-то материальное, что-то из этого мира, а именно кто хочет углубиться в себя. благодарим за то, что вы приехали, благодарим за этот прекрасный отзыв. Вы планируете присоединиться к ретриту в марте, к следующему мероприятию? Хотелось бы, да. Благодарим, будем радовать вас снова. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы приехали, какая у вас деятельность в обычной жизни? Меня Сергей зовут. Это Оля, супруга моя. Мы приехали из города Смоленска к Свете. Я уже второй раз к ней приезжаю. Теперь мы решили семейным таким союзом приехать. Живем, еще раз повторяю, в городе Смоленске. Я занимаюсь бизнесом определенным, связанным с спортплощадками. Ну, еще кое-какие есть занятия такие. Оля у нас занимается домом, детьми, в основном по хозяйству. Собой. Сейчас я с собой. Отлично. Собой и мной, наверное, тоже. Замечательно. Ну, вы прям вот той семейной пары и вы решили приехать вместе. Как так случилось, что сначала вы приехали один, а потом к вам присоединилась ваша супруга? Как вы приняли это решение? Расскажите подробнее. Ну, я всегда сначала, если какой-то вопрос нас интересует, а тут я еду, скажем так, на разведку, на трагедельную, за своими ощущениями. А вот, Оле их передаю и она уже, если есть такое желание, присоединяется. Мы иногда вместе ездим. Ну, и тоже так сложилось по внутреннему отклику, такое, по ощущениям. Мы решили к Светлане приехать и очень, я думаю, что рады, да? Да, конечно. Рады этой поездке, рады впечатлениям и общению, то есть объем информации, чувств того, что здесь получено, очень соответствовал нашим ожиданиям. Сейчас я задам два вопроса отдельно каждому из вас. Сергей, когда вы впервые приехали на мероприятие Светланы, почему приняли это решение? Какой был внутренний запрос? Какая была актуальность? Ну, я тему автономии изучаю уже третий год и пытаюсь для себя понять, в чем это заключается. И Светина видео, ее передача информации, она как бы очень импонирует мне и получает внутренний отклик такой. И вот на этой основе, на своей информации визуальной, аудиальной я решил сюда приехать. Потому что когда ты общаешься с человеком напрямую, то это совсем другое и более значимое такое, чем на удаленке. На основании этих своих ощущений и чувств я сюда и приехал. Оль, а как вы приняли решение присоединиться к Сергею и уже вот сейчас вместе здесь на ретрите Светланы? Ну, в общем, я, конечно, немножко обозначила это как образовательный авантюризм. То есть это, в общем, инструмент Сергея. Вот. Я как бы информацию так потихоньку ушки пристегивала, когда со Светланой взаимодействовала там в онлайн. и поняла, что мне вообще очень откликнулось именно Светлана и физическое тело. Именно вот все, что она, насколько специалист в этом вопросе, вот, насколько она может это протранслировать и разбирается в этом вопросе. Вот это мне, как бы, мне было в этом необходимость была. и, в общем, тут, в общем-то, долго я и не думала. Решение было принято и здорово, очень все здорово. А расскажите, какой был запрос, когда ехали вот сюда сейчас и оправдались ли эти ожидания и в чем они оправдались? Что для вас сбылось? Ну, вот, в последнее время, да, как бы, всегда такая, такой запрос есть, да, как бы прийти к себе, к своим пониманиям, скажем так, к жизни. Ну, то есть, мы все равно идем сами к себе, да, и обретаем как бы сами себя. И, в принципе, со стороны Светлана очень хорошо подсказывает, где есть какие-то пробелы, есть, скажем так, помогает свой путь более четко осознать и четко его увидеть. Вот. И, ну, я думаю, что все мы идем, как бы, в одном направлении, скажем так, каждый своим путем. и просто на данный момент Светлана является определенным проводником, который как бы за ручку в некоторых местах переводит тебя через реку, через горы и идет, ты идешь дальше. Ну, как-то так. Благодарю. Ольга, а для вас? Вот как раз мои запросы состоял услышать свое физическое тело, но, во всяком случае, научиться. И я так понимаю, что у меня состоялся действительно такой значительный шаг именно к своей целостности, то есть и услышать и себя, и с тем взаимодействия. Я довольна очень, да, что сюда попала и все получила в этом ключе. Также, может быть, неожиданно, что инструмент для меня этот был немножечко пугающий сама по себе автономия. Но оказалось, в общем, отсюда можно почерпнуть даже, ну, больше, чем я это предполагала. Здорово, здорово. Клеточки, все, что мы слышим, все, что мы в себе, в себе нашла, в общем, все меня порадовало. Надеюсь, я их тоже. Скажите, что самое важное, что здесь произошло для каждого из вас? Ну, так, наверное, словами, может быть, не передать, да, это такое некое наполнение на различных уровнях. Это и уровень физиологии, и уровень сознания, вот, уровень взаимодействия с миром. И вот прям словами, наверное, это не передать, но на ощущениях, на чувствованиях как бы процессы такие, очень объемные такие, вот. Ну, и вообще очень такое более четкое взаимодействие идет с окружающими людьми, с окружающим миром, вот прям начинаешь больше понимать. Вот, да, понимание. Да, понимание, наверное, понимание, что для чего и куда вообще идти. Я бы еще добавила больше ясности. Действительно, тут такой коктейль, такой чувственный, вот как раз таки, что хотелось выйти на это чувствительность, этого добавилось и, да, больше ясности прибавилось. Понимание во многих вопросах. Ну, да, и сама... И теоретические, и практические, и наполнение. Действительно, есть такое заболе. Да, сама автономия, то есть, как бы, и когда это просто в заголовке каком-то это одно, вот, а тут ты понимаешь, автономия, это как бы такой большой спектр, который одним питанием он не решается, этот вопрос. Это реально, как бы, такой вопрос, да, широкий и благогранный, и вот он прям вот одна из составляющих твоих мыслей, поведения, взаимоотношения и всего-всего. Вот, и это, в принципе, на самом деле, да, для нас, для любого человека, питание, это очень вторичный процесс такой, и когда ты находишься во вдохновении сам в себе, в своих таких действиях, которые тебе приносят радость и раскрывают тебя, то питание, оно настолько, как бы, не имеет значения, что просто тебе достаточно тех энергий, которые окружают тебя и помогают тебе радоваться и каждому дню идти вперед вот так вот примерно. Положен прямо такой определенный этап развития сознания, потому что весь ключ все-таки в этом. Это точно. Скажите, было ли что-то, чего не хватило во время мероприятия? Наверное, времени. Да, наверное, как-то времени. Было, как бы, что не хватило? Не хватило моря, солнца не хватило. Ну, и как обычно такая человеческая жадность еще пару дней побыть. Ну, с полгода вам шикарно повезло. Шикарно повезло с погодой. Я бы еще добавила, потому что идут процессы определенные и на уровне физики, и на уровне психики, и когда вот это надо пронаблюдать, прочувствовать спокойно, вот, и выйти на какой-то другой, на следующий какой-то уже уровень, поэтому до этого, наверное, это время и необходимо. Мне всего хватило. Я думаю, начало положено, поэтому остальное будет дальше развиваться и укрепляться, укорениться в этом. Это прекрасно. Скажите, кому вы рекомендуете такое мероприятие, как ретрит с Исланой Лавровой? Для кого это? Для ищущих людей, для ищущих, познающих в развитии, интересующихся всем этим миром, в общем, как сделать себя в этом мире лучше и сделать лучше этот мир? Я бы добавил люди, которые будут смотреть Светина видео, если есть внутренний отклик именно на чувствах, не на эмоциях, на чувствах, и вот этот позыв, который ведет нас всегда куда-то, его желательно услышать, и, в принципе, для этих же людей это будет подсказка, что им надо приехать, и надо какие-то моменты для себя здесь раскрыть через общение, через общение с другими людьми. Это вот, ну, живое общение не заменится ничем, никакими блогами, никакой видеотрансляции, ничем. Очень многогранно и очень признательно и благодарна Светлане за ее сердечность, вот такой легкий сердечность, вот это все, и много знаний очень получила, и просто душевного тепла, и поддержки очень эмоционально так перегружены, если честно. Да, эмоций очень много, Тася, на заключительный день. Еще, да, еще потряхивает после. Благодарим вас за отзыв, благодарим за то, что вы приехали. Спасибо, да, Свете, Свете большое спасибо. Всем развития самым экологичным способом. Да. Привет. Привет, привет. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, из какого ты города, представься. Меня зовут Александр Проваторов, я из города Москва, родом из Челябинска, вот. Саша, ты чем занимаешься, какая у тебя деятельность в миру? Ну, я сетевик, вот, занимался круизным путешествиями, но мы сейчас под санкциями, каникулы, отдыхаем, вот, ну, а так реклама, съемки, много всего, такой разносторонний люблю движуху, поэтому все будет хорошо. Саша, скажи, пожалуйста, какой у тебя был запрос, почему ты решил поехать на ретрит, какая была актуальность для тебя? Ну, я как бы себя прорабатываю, хочу как бы выяснить, кто же я, куда же я, зачем все это происходит, вот, и так сложилось, что вот ретрит появился в моей жизни, я думаю, надо, надо делать дело. Как выбрал Светлану? Почему выбор пал именно на нее, на ее мероприятие? Может быть, были какие-то сомнения, почему эти сомнения все-таки разрешились в пользу того, что вот ты здесь в последний день ретрита? Ну, со Светланой как-то все легко получилось, потому что я оказался на слет с автономов, вот там было много спикеров, и из всех спикеров она была заключительным таким спикером, и из всех спикеров она меня очень как бы задела, то есть она так это говорила, те вещи, которые меня цепляли, я даже ей вопросы позадавал, она мне четко ответила, и я прямо вот приклеился к ней, провожал ее, пока она там не уехала. И так сложилось, что мне на этом слете еще и подарок сделали, тоже, как бы, Светлане, и все как-то сложилось, вот, ничего случайно не бывает, то есть, и она меня всех зацепила, и как-то вот ее подарок, и я прям даже долго не думал, вообще не думал, я говорю, все, надо туда ехать, то есть там, что, по чем не знаю, но как бы едем. Зацепила чем? Это компетенция, или это, она попала в точку актуальности и проблемы, что это было? Я больше, наверное, такие вибрации, потому что, когда я слушал ее, вот, у меня было так, что она что-то говорит, у меня, хоп, вопрос такой, я думаю, сейчас дождусь, и вопрос ей задам, и вот через одно-два предложения, она хоп, и отвечает на мой вопрос, я думаю, о, прикольно, думаю, какое-то, ну, совпадение, потом вас еще раз, вот, у меня вопрос появился, тоже ему не высказал, то есть, и через одно-два предложения, я думаю, нифига себе, а потом еще момент такой, она говорит, сейчас я вам книгу скажу, вот, какую хорошо прочитать, я такой, она сейчас скажет, наверное, две жизни Антарова, и она говорит, две жизни Антарова, я говорю, вот это да, у меня прямо там это, и вот вопросы позадавал, то есть, она вот, как бы на моей вибрации, то есть, я так почувствовал, что она меня, как бы, вычисляет, вот, поэтому, надо, надо к ней, все хорошо. Скажи, у тебя оправдались ожидания от этого мероприятия, от ретрита? Да, да, все супер. В чем, в чем, что, что случилось, что произошло, какие были ожидания, в чем они сбылись? Ну, я в себя погрузился, немножко себя раскрыл по-другому, вот, с собой познакомился, понял, где застопорился, с чем работать, что вообще происходит, то есть, я так, очень много знаний получил, и то, что мне, вот, действительно, нужно было. Это трансформация меня, это распознание того, кто я на самом деле. Многие вопросы, какие у меня были, даже те, которые я не задавал, которые они у меня внутри сидели, и даже где-то было не очень задавать, они у меня раскрылись, то есть, я сам себя уже распаковываю, то есть, мне какую-то энергию засунули, какие-то знания, где он мне так расцветать начинает, и я становлюсь самим собой настоящим, взрослым, серьезным мужчиной. Так что все пора-то. Скажи, а есть ли какие-то ожидания, которые наоборот, напротив, оказались хуже, чем ты представлял, что-то не сбылось, чем-то ты огорчен, возможно? Честно, я ехал сюда, вообще не знал, что будет происходить, какие ожидания у меня было, я просто знал, что мне надо к Свете, от нее вот эту всю энергию получить, напитаться, получить знания, поэтому, что будет здесь, как бы, все будет круто, поэтому любое, все, что было здесь, это вообще классно, так что, даже мне в голову ничего не приходит, я тут столько чего, даже хру нашел, мандарины нашел, гранаты, бананы тут, я даже не знал, что в Сочи все это и, поэтому все классно. Скажи, пожалуйста, что самое важное, вот самое важное, что здесь для тебя произошло? Важное, что здесь произошло, вообще, эта встреча со Светой, эти работы со мной, меня не так кольнули, вот, в принципе, самое главное для меня, что я сюда приезжал, не просто потусить, посмотреть Сочи, поесть что-то, а вот именно, разобраться в себе, и, в принципе, я все это сделал. Саша, скажи, пожалуйста, будешь ли ты рекомендовать это мероприятие другим людям, и если ты его рекомендуешь, то кому? Кому это полезно, ну, по твоему мнению? Это как раз моя одна из отработок здесь, я любитель учить всех, возьми свет, типа это, конечно, буду рекомендовать, обязательно, я буду спрашивать, где ты был, что происходило, и я буду все это рассказывать, потому что мне хочется, чтобы чем больше людей немножко были осознанными, просыпались, пробуждались, это нужно всем, вот, а, ну, я, я такое, как бы, человеку, и даже если не нужно, я ему сую, потому что, чувак, ты просто не знаешь, тебе это надо, ну, мне иногда за это ругают, ну, буду стараться с этим работать, а так, я бы всем бы советовал, даже если человек, может быть, немножко не готов, но если он сюда попадет, он наберет то, что ему нужно, он, как бы, быстренько сдвинется, поэтому здесь, мне кажется, нет не готовых, нужно быть, просто действовать, приходить. То есть, важно просто действовать, и в процессе мероприятия, оно все, конечно, готовность придет. Он получает, даже если человек не из другой, из другого мира, он попадает в эту движуху, если он позволит себе, примет, он просто поглотится и станет на вибрации всех тех же, и получит все то же самое. Самое главное принимать, то есть, быть в потоке, вот, и неважно, кто там черный, серый, красный, белый, вот, главное принимать, быть в движухе. Саш, ты планируешь приехать на следующее мероприятие, которое мы в марте, пройдет? Ну, было бы интересно, я бы хотел бы, потому что, один такой, потом я другой, вот, и это такой, такие ступеньки по классам. Сегодня первый класс, завтра второй класс, то есть, было бы интересно, так что, есть такие намерения. То есть, тебе было бы интересно посмотреть свою динамику, да, вот, от одного мероприятия до другого? Ну, да, чтобы я сейчас на ретрите пришел тут, поузнавался, домой приехал, плюнул на это все, потом, опять ретрит приехал, опять что-то, то есть, все-таки надо, хочется от ретрита до ретрита поработать, посмотреть, насколько я себя прокачал, и, в принципе, следующий ретрит, он покажет результат, насколько я работал. Супер, благодарю. Благодарю вас, спасибо.